Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири, и сегодня я буду снимать влог, причем домашний, как я сижу дома, что я делаю. Я уже начала делать себе макияж. Короче, это две тональные основы от Риммэль, я их смешиваю, и получается просто супер! Этот слишком жидкий, этот слишком густой вместе, обалденно! Когда они закончатся, я не знаю, что я буду делать. В общем, смотрю я вчера своего любимого блогера, а он, она точнее, играет в Симс! И я вспомнила свое детство, я тоже где-то, наверное, в 2010 или в 2012 году играла в Симс, и я реально посмотрела ее видео, и так соскучилась, мне так захотелось тоже поиграть. Вы, наверное, поняли, про какого блогера идет речь. Я очень часто говорю про нее, и уже некоторых раздражает, поэтому я не буду называть имя, дабы вас не раздражать. В общем, сегодняшний день будет максимально неинтересным, но просто он будет домашним. Действительно, вот я встала, что я делаю? Я встала, сделала себе вот такие вот ноготочки. Ты немножко спачкала, вот. Я, значит, здесь обосновалась около окна. Буду делать себе коррекцию. Только сейчас понимаю, как хорошо, что я сама себе делаю ноготочки. Во время карантина могу побаловать себя новым маникюром. Еще, кстати, хочу сделать педикюр, но это не точно. Это если успею. В общем, я убираю покрытие вот такой вот фрезой. И даже не знаю, какой цвет сделать. Как всегда, себе на фоне ставлю какого-нибудь мукбланкера, смотрю и делаю свои дела. Если я у вас на фоне, то ставьте лайк. Быстренько сделала, но, правда, знаете, не очень качественно получилось. То есть, не идеально, но зато дома, зато бесплатно, зато во время карантина маникюрчик. Так что во всем нужно искать свои плюсы. Да. Кстати, многие мне писали, что покажи свои средства маникюра, вот чем ты пользуешься, где можно сэкономить. Я вам в конце видео покажу, специально покажу в конце видео, чтобы вдруг кому-то это неинтересно, чтобы они не перематывали. Вот. А кому интересно, перемотайте на конец и выйдите там, где я показываю, что я использую. Так вот, что я вам хотела рассказать. В общем, я хотела загрузить Sims, и получилось это, наверное, где-то с пятого раза. Еще непонятно, что я загружаю, но что-то у меня уже загружается. С 11 часов вчерашнего дня до сегодняшнего утра. И у меня у компьютера такой фетиш. Если долго, ну там, не двигаешь мышью, то он сам по себе выключается. Я не знаю, как сделать так, чтобы он не вырубался. Я решила каждые полчаса просыпаться и вот так вот мышкой двигать. Мама говорит, ты сумасшедшая, вообще занялась бы как-то чем-то полезным. А я считаю, что развлекаться тоже как-то надо, играть тоже как-то надо. И почему-то у меня такая ностальгия, мне так хочется поиграть. Кто тоже играл, обязательно отпишитесь в комментариях, мне реально интересно. Мне кажется, это очень популярная игра, в которую играли в те времена все. Сейчас уже вышел Sims 4, а я играла Sims 2. В общем, суть заключается в том, что ночью я каждые 2-3 часа просто вставала, чтобы этой мышкой туда-сюда повилять. Вот так вот. У меня румяна, точнее это бронза румяна, не знаю, от Golden Rose. Я делала вот так вот. Хочу купить себе набор новых кистей. Не знаю, каких-то китайских, наверное. Потому что мне жалко тратить такие огромные деньги на кисти. Я как-то один раз зашла в идеал и посмотрела кисть от Guerlain. И как вы думаете, сколько она стоила? Ну, такая большая кисточка, она стоила 80 монат. Это 3000. 3000 за кисть. Я была в шоке. Я была в шоке. Я решила, что нафига столько денег тратить на одну кисть, если можно за эти деньги купить наборчик. Да, они лучше качества, но и что. То есть меня китайские тоже вполне устраивают. На что-то я готова тратить деньги, а на что-то нет. Вот, например, я очень хочу поменять компьютер и поменять интернет. Я хочу загружать свои видео в хорошем качестве, но это, к сожалению, не получается. Именно потому, что у меня не такой мощный компьютер. И это все очень долго загружается. Здесь их мне на нервы. И получается, что если я буду загружать в хорошем качестве, то мне надо будет загружать в два дня одно видео. Потому что загружается. Господи, чуть не упал хайлайтер. Короче, сломается. Вот, получается, в два дня мне надо будет загружать одно видео. А так как я чаще хочу загружать, получается, просто интернет не справляется. Поэтому мне приходится сжимать материал. А какой смысл менять камеру? Покупать такую хорошую камеру, если в конечном итоге вы видите сжатый материал. Это просто бессмысленно на самом деле. Так что как-то так. Короче, ребят, я вот так вот накрасилась. Не особо яркий макияж, но я думаю, что достаточно, нормально. Только вот помаду не накрасила. Я специально это не делаю, чтобы накрасить именно, когда я снимаю мокпанк, чтобы она не стерлась. В общем, как-то так. Дома немножко, если честно, холодно, и на улице тоже такая погода. Прям не скажешь, что апрель. Я маме получила разрешение. В общем, у нас такая система. Если ты хочешь выйти из дома, ты должен отправить смс и получить разрешение государства. И только после этого ты можешь покинуть свою хату. В общем, да, мама пошла за продуктами. А еще я заказала роллы вкуснейшие, запеченные. Я просто настолько соскучилась по роллам. И давненько я вам не снимала. Вот, в комментариях вижу, что все соскучились. Я думаю, вот сегодня сесть и снять. И даже, может быть, сегодня вечером вам и выложу это видео. А сейчас я выложила другое видео для вас. В общем, надеюсь, что вам понравится. Отправить смс, кстати, было не так уж и легко. Где-то три раза я отправила, и никак не получалось. Там писало, что вы не предоставили достаточной информации. Но в третий раз я уже поняла, как это нужно делать. В общем, вы пишите двоечку, потом АЗЭ, и потом уже серию своего паспорта. И отправляете, и получаете разрешение на два часа. В течение этих двух часов вы можете пойти в банк. Либо за продуктами, либо в аптеку, либо за медицинской помощью. И в течение этих двух часов вы должны обратно вернуться. Если же нет, вас могут поймать на улице, и вы можете получить штраф. А это не очень-то и круто. Блин, ребят, мне пришлось остановить загрузку своего симса, чтобы загрузить для вас видео. И, походу, теперь придется заново всю ночь не спать, потому что здесь что-то проверяется. Я просто нажала на паузу, и все полетело. Вот здесь вот было, что прошло, сколько загружено, вся эта информация почему-то стерлась. Не знаю, что делать. Как меня раздражает мой интернет. Ребята, наконец-то видео начало загружаться с того места, откуда это перестало загружаться. В общем, уже 60%. Ура, у меня будет игрушка, игрушка. Очень странно. Это реально вообще не похоже на меня. Я сама всегда смотрела на людей, которые как-то постоянно играют за дроты, как их называют. И думала, что за дураки, а? Вот никогда так не говорите, потому что вы тоже можете оказаться на их месте. И меня так затянуло это. Мне прям хочется целый день играть, просить YouTube просто играть и смотреть видео, как другие ютуберы играют. Кстати, у меня есть такая идея. Может, вы мне тоже снять видео, как я играю? Let's play! Люди двигаются вперед, я ухожу назад. Ужас, короче. Короче, я спускаюсь вниз за роллами, за своими любимыми. Без маски, кстати. Что-то я не нашла в попыхах быстро маску. Вот. Но всё, мы уже с роллами. С запечёнными, горячими. А у меня ещё такой стайл. Вы просто посмотрите. Брюки все в катышках. Кроссовки грязные. И носки нефтемные. Значит, мне пришли вот такие вот вкуснейшие роллы. Сейчас буду снимать для вас мук-панк. Просто обожаю вот эти вот с креветкой. Они обалденные. Я вообще люблю все запечённые. Вот любые запечённые мне. Дай я съем. Ням-ням. А мы тут с мамой делаем тортик шоколадный, как я люблю. Посмотрите, какой крем. Ням-ням-ням. Вот. И тут бананы. Такая крошка. Снимаем для Айкука. Надеюсь, что вам понравится. Я покупала от Фиберлик такие краски для мамочки. У неё седина. Чтобы закрашивать седину, эта краска не подходит. Я-то вам обещала в дальнейшем сказать своё мнение. Мне, если честно, не очень. Но говорят, что в ней очень мало аммиака. И поэтому она не справляется с сединой. Но в любом случае, мне вот эта серия от Ботаника не очень понравилась. И ещё, кстати, шампунчик тоже не очень понравился. Потому что он очень плохо пенится. Это, опять же, говорит о том, что в нём не содержится каких-то вредных веществ. То есть он натуральный, типа. Вот. Но мне не подходит такой шампунь. Поэтому я, наверное, покупать его больше не буду. А крем для рук и все остальные средства. Я просто в восторге. Очень понравилась. Единственное, вот эта серия Ботаника как-то не очень. Уже в следующий день. Посмотрите, какой тортик получился. Я себе приготовила такой кусочек. Такой большой, знаете, смачный кусочек. Сейчас будем с чаем пить. И во влоге я вам устрою мук-банк. Класс. Класс тортик просто. Обожаю сочетание именно шоколадного торта и ещё крема. И прям, знаете, много банана положили. Потому что для себя, для любимых. Вообще планировалось, что я буду снимать влог один день. Но я сейчас думаю, почему бы не продолжить. Потому что материала получилось не так уж и много. Вот иногда я буду так делать. Вот так вот, господа, выглядит мой завтрак. Тортик обалденный просто. Обязательно приготовьте. Ссылочку я вам оставлю в инфобоксе. И здесь у меня чёчек. Короче, вчера я вам говорила, что я загружала Sims. И получилось так, что в конце, после того, как 24 часа я загружала на свой компьютер эту дурацкую игру, получилось, что типа в ней содержится какой-то вирус, который опасен для компьютера. Поэтому я не смогла запустить. Ребята, как это вкусно! Это просто, это крем необычный. Настолько нежно, настолько... В общем, так получилось, что в конце концов я не смогла загрузить себе Sims. И плюс ещё занесла на свой компьютер вирус. Теперь я не знаю, как удалить это. Я просто программист от бога. У меня просто антивирус кричал, что... Айка, ты чё делаешь? Ты чё творишь? Ты работаешь на компьютере? А если компьютер не будет работать, сейчас вокруг тоже вирус. Получается, программиста найти, который работает, который согласится с тобой встретиться в такие сложные времена, очень трудно найти. Поэтому, ребят, как-то так. И у меня теперь чё-то компьютер тоже глючит, плохо работает. Не знаю, как оно там будет. Прям огромные бананы. Прям. Вообще. И давайте я вам расскажу про свои средства, которые я использую. И вообще стартовый набор, что нужно для новичка, кто хочет начать делать гель-лак в домашних условиях. Вот. Самый стартовый набор. Значит, у меня есть такая лампа. Без этой лампы вы, конечно же, себе гель-лак не сделаете, потому что он на воздухе не сушится. Я взяла Sun 6s. Они есть на Алиэкспресс. Но так получилось, что у нас в городе это всё стоит намного дешевле, чем на Алиэкспресс. Поэтому я решила взять прям у нас. Здесь сколько здесь светодиодов? По-моему, 48 светодиодов. Да. Очень круто сушит. Мне нравится. Очень быстро. До этого у меня была, знаете, классическая такая. Лампа. Она стоила намного дешевле в те времена, когда я только начала делать гель-лак. Это была одна из хороших ламп, считалось. Но потом вышли вот эти вот со светодиодами. И я взяла эту и ничуть не жалею. Там у меня просто она испортилась. Потому что где-то года 4 я постоянно её использовала. Её использовала. Так, дальше идём. Здесь у меня топ от Кози. Я специально беру топ от Кози, потому что топ является очень важной частью маникюри. По крайней мере, у меня точно. Если у меня топ какой-то супербюджетный, то у меня быстро происходят сколы. В этот раз получилось не идеально. Я согласна, но я просто спешила. Поэтому пока что неделю-другую походить пойдёт. Дальше здесь у нас праймер и база. Они дешевле, это от Блюскай. Стоят они недорого совершенно. В любых магазинах есть. Например, в Солушки, не знаю, в Нармин. Ну, такие, знаете, небольшие магазины везде есть. Праймер я могу и не использовать. У меня и так и всё замечательно держится. Но иногда я использую. И база. База у меня всегда выходит очень много. Уходит очень много, потому что я наношу такой плотненький слой. Дальше, значит, что касается маникюра. У меня есть вот такие вот щипчики. Это от Старлекс. Они самые дорогие. Но мне кажется, здесь экономить нельзя. Потому что другими у меня просто не получается сделать маникюр. Если даже у вас руки растут не из того места, у вас 100% с этими щипчиками получится офигенный маникюрчик. Давайте покажу и в деле. Вот вы засовываете руку, и она начинает гореть. Также здесь есть таймер, и можно выбирать, сколько минут будет гореть. Например, если нажимаете на 60 секунд, начинается отсчёт, и можно вынимать и засовывать. Она всё равно работает. И давайте ещё вот ящик покажу со всеми этими принадлежностями. Так как я рисовать не умею на ногтях, у меня вот такие вот водяные наклейки. Они очень удобные. Я уже, наверное, раз 20 точно их использовала себе, подругам. Они вообще бесконечно. Один раз покупаешь, и всё остаётся. Дальше здесь опять всякие наклейки, не знаю, бафики. Вот такие вот штуки покупала. Они, чтобы их отрезать, как колбаску приклеить на ноготь, но смотрится ужасно. Не знаю, зачем я столько купила. Бесполезная вещь. Дальше всякие наклейки. Не знаю, здесь стразы. Причём вот эти стразы, кстати, они недешёвые. Вот эти вот очень классно блестят зато. Опять бафик. Вот такая вот штука. Её можно наклеивать на ноготь. Сначала наклей, потом на ноготь. Очень круто получается такой, знаете, этот градиент. И что касается самих непосредственно гель-лаков. Некоторые из них я уже выбросила, просто потому что у них истёк срок годности. Я вам скажу так. Делать гель-лак дома не очень то и выгодно, если честно. Потому что каждый раз, когда вы делаете, например, вы покупаете новый гель-лак. А он тоже стоит денег. Плюс база, топ, не знаю. И получается не очень выгодно на самом деле. Потому что каждый месяц вы делаете разных цветов. И это всё расход. Но так как я экономлю время, потому что нахожусь дома, никуда не иду. Вот такие моменты, когда карантин и всё такое. Например, я покупала вот такие вот гель-краски от Кани. Вот они, например, очень дешёвые. Если ими делать, то бюджетненько получается. Я заказывала их с Алиэкспресс. Там большой выбор. И мне очень нравится качество. Они просто обалденно наносятся. Здесь у меня спирт. И вот всякие здесь есть. Плюс кайф. Это вообще офигенные. Вот этот вот с Алиэкспресс заказывал этим малютки. Гель-Полиш. И вот этот, кстати, покупал в России. Очень понравился. Такое хорошее качество. Но стоило дороговато. В каком-то магазинчике. Платил брат. Поэтому я много чего в тот раз взяла. В общем, как-то так. Если вы хотите, я могу снять отдельное видео. Про обзор вообще моих штучек для ногтей. Каких-то секретов, которые я знаю. Если вы хотите, пишите в комментариях. Также, кстати, в инфобоксе я вам оставлю ссылочку на видео, как я сама себе делаю гель-лак. Обязательно переходите и смотрите. А на этом все. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита, хотела сказать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok